ребят всем привет первую виньетку я сделал теперь время первой диорамы я уже заранее подготовил все необходимые материалы это и модельная глина и дощечка а также камни которые получились из засохшей глины чтобы глина лучше зацепилась за поверхность я протираю ее водой и после чего начинаю ее разминать после опыта от виньетки теперь это получается немного ловчее да и взял я скалку благодаря которой просто раскатываю глину как тесто времени ушло раза в два меньше да и поверхность получилась более ровная дальше я сделаю насыпь за который будет стоять наш танк теперь я сделаю следы от гусеница для этого смочу глину водой чтобы она была более эластичная и податливая отдельных гусеничных лент у меня не было поэтому я беру целый танк и вдавливаю его в поверхность чтобы пропечатались следы теперь я сымитирую следы от солдатских сапог и сделаю все тоже самое а сапоги я взял у фигурки ну как взял отрезал ей ноги и теперь ногами сапогами я взял у фигурки я взял у фигурки и потом я оставляю следы в нужном мне направлении также добавлю сюда камешек который я подобрал на улице спустя сутки глина высохла и немного потрескалась но это ничего страшного все трещины и проблемные места скроет песок а чтобы песок прикрепился к поверхности я покрою ее клеем пла и растушую по всей поверхности кистью так как клей нанес очень много пришлось почистить следы от сапог и следы от гусениц танка после чего начинаю посыпать площадку песком и в тех местах где у меня есть следы от гусениц и от сапог солдат я посыпаю его чуть меньше чтобы полностью их не спрятать затем беру разбавленный клей пва и капаю его в те места где у меня был очень плотный слой песка чтобы тот тоже приклеился и теперь можно добавить наши камешки которые я показал в начале перехожу к покраске и тут мне помог опыт с пустынной виньеткой которую я сделал до этого потому что она мне показала как правильно красить песчаную местность и создать хороший контраст я просто наносил на разные участки диорамы разное количество краски где-то был слой плотнее где-то чуть посветлее и получилось в целом здорово вот так это теперь выглядит решил добавить еще цвета поэтому взял пыльный цвет от томии и начал наносить его в случайные места на всем этом фоне мне захотелось сделать следы гусениц и сапог немного поярче поэтому я взял основной цвет и прокрасил все эти следы еще раз после всей этой процедуры у меня получились небольшие разводы я испугался что они такими и останутся но к счастью когда краска высохла они частично исчезли ну по крайней мере теперь я знаю как сделать мокрую и грязную землю а пока покрашу все камешки в земельные цвета как говорится по просьбе жаждущих я добавлю сюда небольшой кустик про который мне писал роман в комментариях к виньетке основная часть работы с платформой завершена поэтому сейчас я приклею наш танк и начну работать над заполнение по сюжету атака была внезапной поэтому один из обороняющихся уронил ведро с топливом и здесь она тоже будет здесь же у нас будет лежать ящик с инструментами на моторное отделение я положу сапоги которые возможно сушил солдат также добавлю сюда бутылки для воды а сымитирую их я с помощью прозрачного литника немного подточу верхний край чтобы сымитировать горлышко и также размещу их в разных местах на позиции где у меня будет сидеть ракетчик я положу рядом его оружие переходим к покраске фигурок и если в тридцать пятом масштабе у меня уже что-то получается то в семьдесят втором я еще не красил и поэтому сделаю это максимально простенько а 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 решил попробовать по-новому красить все вооружение пехоты если раньше я делал это металликами то теперь сделаю простой черной краской а после сделаю высветление а обязательно прокрасим все деревянные элементы на оружие перейдем к теням и самый простой способ это сделать это нанести темную смывку она затечет во все углубления а после мы снова высветлим все выступающие элементы на одежде и броне высветление на автомате я сделаю с помощью серой краски таким образом как бы отполирую его и сделаю более реалистичным высветление на элементах одежды я сделаю с помощью сухой кисти и краски в которую их и красят и 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 на этом можно сказать что фигурки покрашены вот таким простым и незамысловатым способом и и и и вот теперь можно уделить внимание тем элементам которые мы не покрасили на одеры и и и и и Импровизированные крышечки на бутылках я прокрашу просто синим цветом. Настил для механика я сымитировал с помощью салфетки, которую искупал в разбавленном клее ПВА. И чтобы сделать это более похожим на полотно, я решил подогнуть один из краёв и так добавить ему реализма. Подтёки масла на катке я сымитирую. Сымитирую с помощью чёрной томеевской смывки. Случайно задел бутылку с водой, но получилось даже и лучше, пусть это будет маслёнка. Также с помощью этой смывки я сымитирую подтёки топлива возле бочки и опрокинутого ведра. И теперь осталось разместить наши фигурки согласно задумке. Изначально я хотел сделать диораму на сирийский мотив, но современных фигурок у меня не было, да и не знаю где такие можно взять в таком масштабе. Поэтому эта диорама больше похожа на афганистанские мотивы и в принципе пусть оно так и будет. По моей задумке здесь показана долговременная позиция, где был самый обычный день, ничего не предвещало беды. Солдаты занимались своим делом и вдруг на них внезапно напали. Я надеюсь, у меня получилось это передать. Я надеюсь, вам очень понравилось. Спасибо, что посмотрели. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!